МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Инпакт». Спасибо, что вы с нами на влиянии. Знаю, что это будет благословенное время. Интерьер за моей спиной, а также в студии говорит о том, что мы проходим особый период, период праздников благодарения. Поэтому Happy Thanksgiving, с Днем Благодарения вас. Мы поздравляем искренне. Я сегодня не один. Мои друзья-служители. Пастор Василий, приветствую. Василий Печ, церковь. Помоги мне, церковь. Центр поклонения. Новая жизнь. Прекрасный престольный грац Сакраменто. Пастор Сергей также. Приветствую. Атор Сергей, приветствую также. Братья, мы, я знаю, полны сегодня речей. И мы будем беседовать, делиться с нашими зрителями о том, что же такое благодарность. Как быть благодарным? Как быть благодарным? Зачем надо быть благодарным? Может, не надо быть благодарным? Может, не надо, да. Мы более потребители, наверное, по сущности своей. Так по плоти мы устроены, к сожалению, от первого человека, от Адама идет. Мы более потребители, чем мы сеятели. Чем даятели. Чем даятели. Поэтому, но для христианина так не должно быть. То есть для христианина написано, что за все благодарите. За все. В первую очередь за все благодарите. И вот мы до эфира, мы чуть говорили о том, что насколько важно не только благодарить Бога то, что должно иметь место и за пиццу, и за пепси-колу, и за кока-колу, и за хорошую машину, но благодарить также Господа за то, что если мне не совсем сегодня улыбается, и если мне плачется даже, как Писание много говорит, мужи веры, мужи Божьи, они проходили через тяжелейшие условия, испытания, трагедии. И в этом всем они находили возможность, силу обращаться к Богу со словами благодарности. Поэтому мы также будем вот эту сторону так же. Итак, как служение? Как служение? Слава Господу. Служение Богу продолжается, как и в прошлых временах. Мы в американском служении, имею в виду англоговорящие люди, то есть американцы. То есть в моей церкви это черные, белые, это испаноговорящие люди. То есть различные люди, различных этнических групп, они проходят в мою церковь. Я проповедую на английском, только на английском. И это американская церковь. То есть в Сакраменто, я думаю, что я один только такой. Да, я думаю. Я думаю, что не последний, я думаю, это начало. То есть многие наши славянские церкви перейдут этот рубеж, интегрируют в эту культуру и начнут служить как не только нашим славянам, которые сюда пришли, что тоже есть важным. То есть надо служить нашим людям, и это очень важно. Но интегрируя в эту культуру, мы начинаем служить и видеть нужды этого народа в землю, к которой мы приехали. И если мы служим этому народу, мы становимся единым государством, скажем так, да, единым народом и благословляем народ, в который мы приехали. Для чего на самом деле мы пришли? Молиться за благосостояние города, благословлять этот город, благословлять этот народ, чтобы и им и нам было хорошо. Как воспринимают тебя коренные жители Америки? Это вот интересный вопрос, пастор Юрий, потому что многие мне говорили, когда я приехал в Америку, американцем ты не станешь, слушать американцы тебя не будут, ну и так дальше. Английский был никакой или вообще не было правду сказать. Но как только мы начали, как только я начал это служение, ну время спустя, пять лет спустя в Америке, я начал быть пастором Американской церкви. То есть тебя пригласили? Меня пригласили, где была такая, я бы сказал, разбитая, умирающая церковь, чтобы принять и восстановить ее, и как бы продолжать служение, на что я попробовал, решил попробовать, согласился, и оттуда и пошло уже семь лет в этом служении. И я увидел, что язык любви понимает все нации, то есть черные, белые, коричневые, они понимают, если ты их любишь. Например, мне дарят, там, когда меня поздравляют, там, на определенные праздники, мне дарят открыточки, и там черный молодой человек мне пишет, моему духовному отцу от черного сына. Представляешь себе, то есть у меня есть черные сыновья, духовные, разумеется. И вот это есть вдохновляющее, что мы смогли зацепить этих людей и стать для них духовными наставниками. То есть они добровольно приходят слушать тебя. Ведь, скажем так, славяне, они приходят, потому что это их традиция, обычай. По обычаю пришли в храм, а те по обычаю не приходят в храм. Не приходят. Если ему не нравится, он не пойдет. Нет, мы иногда говорим между собой, что американцы голосуют ногами, не руками. Они не говорят ничего, если им не нравится, они просто уходят. Ты хочешь сказать, что язык любви, то есть язык Евангелия, он универсален. Так. Его понимают все народы. Все понимают. И если ты проявляешь соответствующие отношения к людям, это черные, белые, синие, даже голубые. Так. Да, если ты проявляешь и говоришь им слово, то слово принимается. Видишь, я заметил, братья, что люди понимают и принимают тогда, когда ты их любишь. Вот нам надо избавиться, особенно нам, славянам, от предвзятости к другим народам. И плюс превосходство. Превосходство. Да, что мы все-таки лучше, повыше. Нам больше открыто. Да, да, да. Я тебе говорю, если ты принимаешь людей и твое полностью внимание сконцентрировано служить, а не чтобы взять, да, люди откликаются. То есть мое собрание, наше собрание проходит два часа, а не час, половина и не час. Два часа, и просто все американские приходят, и два часа они сидят на прославлении, на… Но ты забыл, что чаще всего оно еще затягивается. Чаще всего, да. Мы еще делаем больше, чем два часа. Ну, потому что славяне. Если пастор славянин, понятно. Все, да. Пастор Сергей. Ну, что у тебя? А ну-ка, благословенный муж Божий. Моришься за людей. Сеешься слово. Да, да, да. Вот как-то очень сильно горит меня в сердце именно чудеса, знамения, исцеления. Я верю, что это тема, что это именно часть, которая затеряна очень сильно в последнее время. Особенно мы как-то пытаемся более нормализовать, что ли, сделать все естественно, все понятно. Мы пытаемся, и Бог как-то мне еще в начале, когда я, так сказать, уверовал, я вырос в христианской семье, но когда я пережил вот это новое рождение, Бог стал вкладывать мне исцеление. И я вижу, что оно работает, если мы не боимся, если мы не боимся. Буквально даже вот на… То есть живем с вами, если мы верим и не боимся? Да, буквально на прошлой неделе мы были дома у моего брата. Жена лежала долгое время уже, но, по-моему, два месяца она говорила, что лежала там, у нее много различных болезней. Но я не спешу молиться. Я сначала, я верю, что исцеление работает не только молитвой. Где-то полчаса или сорок минут мы учили ее, что такое исцеление. Потом мы уже помолились. Она встала с постели. На следующий день, в воскресенье, пошла на собрание. И целый день была на ногах, по магазинам, везде. И говорит, мне болезнь возвращалась, но я сделала, как ты сказал, запретила ей, и она ушла. Слава Богу. И она работает. То есть это не просто какие-то случаи 25 лет назад, а сегодня это работает. То есть надо учить. Я заметил это буквально недавно пастор Сергея проповедовал. Я был тоже на этом семинаре. И он заметил вот такую вещь, которую я заметил первый раз, скажем так, в этом году. Он говорит, смотрите, Иисус учил людей много. И я точно начал думать над этим и думаю себе, точно, Иисус не просто учил, Иисус не просто молился много. Он учил людей много. То есть мы нуждаемся в учении. Наши мозги нужно промывать от этих всяких примесей, чтобы мы могли воспринимать чистое Слово Божье, верою, и чтобы вот эти примеси не растворяли его, потому что сомнения будут атаковать, недоверие всякое, всякие другие вирусы будут атаковать. Но если ты учишься и принимаешь учение от Бога в свое сердце, твоя вера возрастает, и ты действуешь уже не то, что ты чувствуешь, а то, что ты знаешь, то, что ты веришь, и ты смотришь, оно начинает для тебя работать. Вроде вчера не работала, вчера ты жаловался на Бога, почему ты больной или больная, как эта вот сестра. А сегодня ты поверил Слову, кто-то пришел, тебя вдохновил, кто-то пришел и говорит, слушай, ты можешь встать, тебе не надо так лежать вот здесь. Вот смотри, Слово Божье подтверждает вот это. Вот смотри, давай говори вот это, давай исповедуй вот это, давай повернись лицом к этому. И человек воспринимает и вдохновляется, и начинает сам атаковать болезнь, которая в нем, и восстанавливается полностью. Вы знаете, братья, я настолько с уважением отношусь к тем служителям любого ранга, любого ранга, евангелистам, пастырям, проповедникам, епископам, те, которые не боятся брать ответственность на себя, и с дерзновением говорят вот эти слова, что я хочу за тебя помолиться, Бог тебя может сегодня исцелить, потому что мы наблюдаем такой тренд, к сожалению. Это с течением времени оно усугубляется. Знаете, какой тренд? Что это не в укор некоторым динаминациям, которые вообще отрицают и говорят, что пора чудес прошла, это не в укор, это не с тем. Но такой тренд даже среди тех, которые некогда практиковали молитву за больных, изгнание бесов, потом вопрос чудотворения, то есть всякие разные вопросы, связанные с тем, о чем Писание говорит, это должно быть в новозаветной церкви. И те из нас даже практиковали раньше, сейчас относимся как-то, ну не то, что настороженно, а как-то так. Запустили эту часть служения. Может быть из-за того, что мы боимся и переживаем о том, что не получится. И страх, что получится, не получится, получится, не получится. Об этом как раз Сергей говорил. Он говорит, вот одна проблема многих хороших проповедников, они боятся, потому что они берут ответственность на себя. Как будто бы, скажем, исцеление придет, потому что я тут. Нет, исцеление придет, потому что Бог это говорит. Ко мне это не относится. То есть я не беру на себя поражение, если исцеление не придет. Я не беру славу на себя, если исцеление не придет. Или придет. Если придет, я не беру славу на себя. Поэтому, скажем, я просто определенный пайп, сосуд, шланг, через который приходит это слово, утверждение. А Бог делает чудеса. Я думаю, что еще из-за того, что мы не изучали эту тему, то есть мы не смотрели, и как-то мы привыкли, что если кто-то больной, нужно помолиться. И если мы помолились, он не исцелился, значит, Бог не хочет. И потом мы уже начинаем делать учения не согласно того, что говорит Библия, а согласно нашего опыта, который мы имели. И наш опыт, он не имеет ничего общего с тем, что говорит Писание. Даже если наш опыт негативный, Писание, оно всегда право. Если Бог сказал, оно так и будет. Я вам скажу вот такой пример, братья. Когда ты, ну, например, я как пастор, я не получаю зарплату из церкви, я работаю плюс еще, и, естественно, рабочий день, рабочий работающего пастора, он в проблемах, решение проблем, и все такое. И ты не такой сильно духовный. Если бы я сидел только в своем офисе, читал Библию целый день, молился, постился, и так дальше. То есть ты приходишь домой, вот, например, прихожу я домой, и вижу моя жена там с маленьким сыном, который больной, он там плачет, она уставшая. И ты пришел тоже уставший, нуждаешься в отдыхе. Ну, какой ты духовный в это время? Вот это состояние множества братьев и служителей. Но в это время, как человек веры, я не уповая на свои чувства, или, как бы, скажем, думая, что это самое, сейчас я не могу молиться, сейчас меня оставьте в покое, беру ребеночка на свои руки. Много даже слов молитвы у меня нету. Просто беру авторитет над этим, беру власть в духовном мире, как человек, который имеет власть в этом плане, да, беру и говорю так, вирус, какой бы ты там ни был, я запрещаю тебе прямо сейчас. То есть я пришел, ты ушел. Мы вдвоем здесь не можем в доме находиться. Во имя Иисуса. Я благословляю, сыночка, я провозглашаю полное восстановление и исцеление. И это было, может быть, две минуты, может быть, полторы минуты, пока я молюсь. Я смотрю, малыш закрывает глаза, начинает спать, наступает великая тишина. Мы с женой садимся, и черви, ребенок спит, отдыхает, она говорит, целый день плакал. Я удивляюсь, как он так вот успокоился. Вот простое принцип и простое понимание. И я скажу тебе, скажу вам, братья, я не чувствовал, что я могу сейчас так молиться. Это не было просто после поклонения, когда я наполненный, я читал Библию, я сейчас пришел, готов бороться. Не, я такой слабенький сейчас. Но я верю, я знаю, я пользуюсь тем, что я знаю, и оно работает. Несомненно. Тем более, если написано, возложат руки, даже возложат. Мы в евангельских церквах очень мало применяем эту практику, к сожалению. Первая апостольская церковь, она постоянно с возложением рук. Руками же апостол совершались, написано. Руками, руками, руками. Мы с такой опаской как-то, с такой настороженностью, или так нерешительно, так вот мы положить руку, а если ложить так одну и так где-то вот. Если бы кто-то еще другую положил, чтобы не было, что это из-за меня. Совершенно верно, да. Но действительно, евангельское новозаветное учение, оно конкретно говорит о том, что пора чудес не прошла. Почему я говорю, я с уважением отношусь к тем служителям, которые не боятся молиться за людей, изгонять бесов, не боятся. Потому что, как я говорила, я наблюдаю за некоторым христианским телевидением, англоязычным, русскоязычным и другим разных учений и направлений. Намного легче, намного легче, намного легче ссылать людей, слушателей своих, если ты служитель, если ты старший служитель, ссылать, слушать, иди домой, там молись, молись дома, и если Господу угодно, Господь тебя исцелит. Намного легче. Это путь наименьшего сопротивления. Но когда ты не с дерзостью, но с дерзновением берешь на себя ответственность, и ты говоришь, братья и сестры, обо мне написано, как о служителе, что я возглубь призовет просветировал, помазавший елеем. Я тоже практикую, когда я служу в церквах, я практикую елее помазания. Когда выходят люди или обращаются, или до служения, во время служения, после служения, я обычно всегда пасторям говорю, у вас есть елей, если меня нет со мной. То есть, некоторые с удивлением говорят, ну мы где-то должны поискать, а ну-ка побеги на кухню, там сестричка, там может и есть. То есть, ну оно, да, мы даже не готовы к этому. Мы даже не готовы к этому. У меня он стоит на кафедре постоянно. Это недавно было, я, ну буквально недавно, считанные дни, вот когда я так удивил пасторя, я говорю, мне нужен елей. Люди вышли для, и серьезная, серьезная боясь. И замешательство среди братьев произошло, тут дьякона стоят, елея нету. Где-то на кухню послали, ну там был елей. Это хороший момент, дать всем такое пожелание. Братья, купите себе елей в христианском магазине, поставьте на вашу кафедру, пусть он всегда там будет. Пусть всегда будет. Когда его надо, вы его там найдете. И не бойтесь во имя Иисуса Христа применять этот Божий метод, оставленный для нас. Слава Господу. Кстати, братья, сегодня мы воспользуемся этим, это как раз в нашу тему. Кричащая нужда, настолько кричащая, мне когда передали, мама просит молиться за сына Михаила. Он прямо сейчас находится, я так понял, это штат Джорджия, вы позвонили из штата Джорджии, с Атланты где-то. Сын находится в критическом положении в госпитале. 35 лет, двое детей, молодой человек. И мама говорит, что что-то нашли темные пятна в области мозга. И оно повлияло. Сразу повлияло на все остальное. И со слезами просто мать просит. Поэтому мы, друзья, даже во свете той беседы, о чем мы говорили, мы прям с возложением рук со служителями, с пастырями, мы совершим молитву. А вы присоединитесь. Зовут его Михаил. 35 лет, двое детей. Я знаю, написано много, может, в селе на молитва праздник. Но мы не берем на себя ответственность, что это мы делаем. Да. Но это делает Господь. И мы с дерзновением знаем, что это делает Господь. Поэтому давайте, братья, мы так прямо с возложением рук. Господи Иисус, молимся за Михаила. Во имя Иисуса. Господи, там в этом штате, где он находится. Во имя Иисуса, в этом госпитале, в этой больнице твое прикосновение, божественное, святое прикосновение. Да произойдет чудо. Господи, пусть вот это непонятности в его мозгу, пусть они уйдут. Пусть функционирует организм нормально, таким, как ты его сотворил. Во имя Иисуса Христа. Провозглашаем исцеление. Исцеление в крови Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что ты принимаешь эту молитву, которую, Господи, возносят сегодня сотни людей. Благодарим Тебя. Во имя Иисуса Отец. Аминь. 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 Братья, значит, Филс и Алликийцам, знаменито, 5.18. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе и Иисусе. Итак, благодарность. Аминь. Я думаю, что благодарность, вообще, это Божье, Божье определение для человека быть благодарным. Что делать благодарность? Благодарность смиряет меня. потому что, если мне нужно кого-то поблагодарить или сказать спасибо, то я унижаю себя перед тем, кем его я благодарю. Если я благодарю Бога, то я, это означает, что, Боже, без Тебя я это бы не сделал. Или я благодарю человека, то это означает, что без Тебя этого бы не было у меня. Это знак признательности. Это знак признательности, что я меньше. Это знак того, что я смиряю себя перед другим человеком. И оно располагает наше сердце, смягчает, и также с кем мы имеем дело. Поэтому я думаю, что благодарность, она настолько важна для человека, чтобы мы ходили в смирении, ходили в том, чтобы это держит человека не возвышаться. Когда мы благодарим Бога, это означает, что Боже, без Тебя я не был бы или не мог бы, или не стал бы тем, кем я стал. Я думаю, что благодарность – это та часть, в которой наша славянская комьюнити, или вообще славянин, страдает. То есть если посмотреть на Facebook, например, то есть все мы туда заходим, знаем, каким-то образом проверяем. Посмотреть на посты людей, которые дискуссируют какую-то проблему. Ты заметишь, сколько негативизма и неблагодарности в этих постах. То есть мы намного легче предрасположены критиковать, возмущаться, недолюбливать, замечать плохое, чем замечать хорошее и быть благодарным. То есть быть благодарными – нам быть благодарными за все. Например, нам надо быть благодарными за людей, которых Бог послал в нашу жизнь, за правительство, которое мы имеем, возносить молитвы и моления за все человека. Даже за новое, которое пришло. Ну за новое особенно. Особенно. Я думаю, что Бог благословил Америку этим правительством, хотя многие так не понимали, однако же мы понимаем, что это Божье благословение для Америки. Кто-то сказал, что если Бог еще хочет благословить Америку, то должна быть вот эта победа, которую мы на самом деле и получили. И я видел, что все христианские лидеры склонялись к тому, что это самый лучший выбор и вариант. И это правда. Ну, а я имею в виду благодарность наша. Нам нужно учиться быть благодарными. Нам нужно решить и настроиться, что я буду замечать хорошее. То есть это учиться надо? В отличие плохого. Это надо учиться. Это надо настроить себя. Я буду видеть. Я каждый раз, когда ты проповедуешь, я пойду к тебе и скажу спасибо, если у меня есть возможность. Да? Сказать спасибо. Было хорошее слово. Меня научило что-то. А не буду говорить. Слушай, такая была проповедь. Что ты там говорил? Или все такое. Или галстук плохой. Однажды ко мне пришла одна сестра, говорит, я проповедовал по какие-то империи, которые были. И все же она слышала слово империи. Говорит, пастор Василий, ты так плохо проповедовал сегодня. Говорю, да? Что же такое? Империи эти-то империи. Зачем надо было эти империи проповедовать? Надо было про Христа проповедовать. Я говорю, ну, есть время, когда мы говорим о различных ситуациях и как бы называем различные слова. Ну, может, для нее это было плохое. Но, однако, вопрос не в том. Вопрос в том, что мы неблагодарны за то, что мы получаем. В разное время нам нужна другая еда. Духовная еда. Душевная еда. И в разное время мы должны научиться воспринимать эту еду и быть благодарными. Ну, и тем более, наверное, когда мы говорим о том, что Бог любит благодарные сердца. Господь любит благодарные сердца. Почему? Потому что с нашей стороны, когда мы не приписываем то, что мы имеем или то, что мы получили, мы не приписываем и прекрасно осознаем, что это не мои таланты, не мои способности, не мое умение и не моя мудрость. Не моя рука это сделала. Не моя рука. Даже вот во свете происшедших событий, о чем ты кратко говорил, о том, что все предпосылки были на другого кандидата. Все боялись. Совершенно верно. И вот, когда сверхъестественно, я даже слышал от Фрэнклин Грамм, знаменитый, это сын Билли Грейма, которому на днях исполнили 98, кстати. Слава Господу. Дедушке 98 лет, да. Вот, так он сказал, говорит в своей статье, интересная статья, недавно вышла, говорит, перечисляют одно, другое, третье, перечисляют, каким образом республиканцы, так сказать, победили в ряде штатов на юге Америки, на Саус, каким образом произошло то, другое. Но, говорит, очень мало, я слышу, везде, в медиапространстве, ссылаются на то, что в этом было водительство сверхъестественное. Потому что все предпосылки говорили против этого. Но, говорит, из-за того, что церковь мобилизовалась, молилась о том, чтобы еще дни благоденствия были продлены. Почему я и всегда молюсь, каждый день мы с женой молимся, иди ко сну, Господи, продли дни благоденствия, продли дни благоденствия. Не с тем, чтобы шиковать и туды-сюды, а с тем, чтобы Евангелие еще могло воспространяться и людьми приниматься. Лучше, самый лучший вариант, это когда Евангелие нами проповедуемо, оно принимается в нормальных условиях, когда неубиенные дети, когда нет, как мы говорим, секир башка, как это в мусульманских странах. Когда человек слушает сознательно, когда около него дети, когда не рвутся снаряды, и он говорит, Господи, я благодарю Тебя, он принимает. Это лучший вариант, это идеальный вариант для проповеди. Почему мы и молимся, и говорим, Господи, да продлятся дни благоденствия. Потому что когда рвутся снаряды, когда на улицах убиенные, то, что мы видим, и Пакистан мы видим, и Афганистан мы видим, смотрите, Сирия, что происходит. Уму непостижима. А в Ираке рвутся, когда не открываешь, когда не открываешь новостные блоки, взорвал смертник, на днях 70 погибло. В Индии 120 или 170 человек в поезде разбилось насмерть, в поезде, в крушении. И это постоянно, постоянно. Поэтому, когда мы молимся и говорим, Господи, продли дни благоденствия, мы прекрасно понимаем, что это Господня рука. Это Его милость делает. Это Его благодать еще делает. И поэтому в знак этого мы, как я люблю говорить, мы кредиты Богу отдаем. И еще, да, еще смотри, насколько важно. Иногда люди вот привыкают ко всему. Когда я читаю псалмы, я люблю очень псалмы, Давид очень часто говорит, вспомни. Он сам себе говорит, вспомни. То есть вспомни, вспоминает, вспомни. И многие моменты, которые мы забываем, допустим, по отношению к себя, до того, как приехал сюда, я был бедный. Приехал сюда, я богат, весьма богат. Не миллионы у меня лежат, но у меня есть все, что мне необходимо. Я весьма богат по сравнению с 90% населения всего мира. Я весьма богат. И мы многие из нас. Да. Если у тебя есть 100 долларов на аккаунте, то ты один из 10 богатейших людей на земле. А мы хитаемся, это ничего. Да, 100 долларов – это большие деньги. И иногда, не помня очень многих вещей, мы должны иметь желание чего-то лучшего. Но когда ты подумаешь и вспомнишь, ты начнешь понимать тогда, что Бог является источником твоей жизни. Потому что, да, ты, может быть, работаешь, ты на констракшне работаешь или еще где-то. Ты зарабатываешь большие деньги, но одна часть тела у тебя откажет, и все твои деньги полетели. А Бог заботится о том, чтобы твое тело было здорово. Бог заботится о том, чтобы разум твой работал, как построить этот бизнес. Вот эти люди, которые больны в голове, что-то не в порядке, у них буквально немножко дисбаланс в мозгу, и они уже не могут соображать так, как другие люди. А у тебя голова работает, у тебя руки работают. Если руки не работают, ноги работают. То есть ты всегда найдешь за что благодарить, если ты правильно на это смотришь. Я, братья, добавлю то, что ты, пастор Юрий, говорил, в отношении опять выборов, когда был этот день выборов, я путешествовал, не был дома. Жена мне звонит и говорит, слушай, молись. Вот как будто от меня зависят, от моей молитвы выборы зависят. Я говорю, да-да, Ганя, ну, мы все молимся, все христиане молятся, естественно, но он говорит, особенно молись сегодня. Я говорю, да. А у меня был действительно такой ходатайственный день, дух молитвы за выборы. Чтобы все-таки праведники восторжествовало, чтобы пришла Божья благодать, чтобы эта земля была благословенна. Ну, иду и молюсь. Вечером она мне звонит, говорит, не знаю, что тебе сказать, у меня не было интернета доступа, а говорит, ну, там побеждают те, по штатам мне рассказывает. Я уже ложился спать, потому что у меня там уже была ночь, я был на том берегу. И я говорю, не переживай. Еще пару часов пойдет, и это самое, и Хиллари поздравит Трампа с победой. Это так пророчество сказать. Да, пророчество. А я иду спать, да, цукей. Утречко мне напишем друг другу, напиши мне текстик, это самое. Поздравишь меня утром. Говорит, ну, дай бог, дай бог. Я говорю, да, цукей. Пошел я спать. Утром, когда уже мы говорим, она говорит уже, ну, как бы с радостью говорит мне, слушай, как это не шло, как медиа не атаковала, ну, выглядела эта карта Америки, как будто бог рисует ее. Бог рисует, и просто люди ждут, не знают, суетятся, а бог рисует ее. То есть за этим всем стоял бог. Несомненно. That's what I want to say. Три дня, да, он много говорил, переводил на русский язык, мы это неоднократно пускали. Три дня поста и молитвы. Настолько я вот даже, даже экран, вот даже телеэкран, как бы это ни звучало, он передавал чувства этого очень известного служителя. Один из передовых служителей, глядя на служение которого, я за ним наблюдаю уже неоднократно, много лет. Я скажу, что это глубоко, искренне служащий богу. Это смиренный, духовный человек. Совершенно верно. И даже экран передавал, насколько он вкладывает. Он просто умолял молиться, потому что, говорит, на счету стоит благосостояние и будущее всей Америки. А это не только Америки? Да, совершенно верно. Америка куда пойдет? Многие другие тоже пойдут или не пойдут? Несомненно. И поэтому с таким же самым рвением, энтузиазмом, как мы молились, мы должны и благодарить Господа искренне. И я присоединяюсь к одному американцу, который говорит, за вашим столом, где будет турки, все остальное, служитель говорил, тоже у нас на импакте, когда у вас будет этот стол праздничный, говорит, обязательно поблагодарите Господа, что Бог еще не окончил с Америкой, исходя из прошедших выборов. Потому что мы все знаем, что на кону, как мы и говорим, стоят выборы в Верховный суд Америки. Это даже не президент. Это даже выше, чем президент. Потому что они будут решать на декады вперед все, что связано, особенно моральная сторона. Смотрите, братья, Америка является лидером во всем мире. И это немножко, президент Обам немножко это опустил, вот это звание Америки. Но это Бог дал так. Америка является лидером. Америка также является миссионерской церковью во всем мире. Вот смотри, все служения, все финансирования в другие страны, Миддл-Ист, Африка и другие, все идет из Америки. Даже моя маленькая церковь, и то она имеет миссионерскую деятельность в Африке. В Африке, в других странах имеет, при всем, при всем нашем немногом имуществе, мы все равно что-то делаем. Большие церкви много укладывают. То есть мы в Америке миссионерская церковь для всего мира. Поэтому, если бы Бог не благословил Америку, миссионерство, которое идет с Америки, оно бы настолько опустилось и упало бы, и что, нечестивые бы поднялись, и другие, бы поднялись. Поэтому очень важно молиться за Америку, благословлять. Мы это в нашей церкви делаем каждое воскресенье. Это первая молитва после поклонения, это молитва за Америку, за президента, за house representative, сенаторов, и за этих supreme judges. То есть наша молитва, это первая молитва после поклонения. Вторая молитва, это молитва за Израиль, благословение Израиля. Третья молитва, это молитва за наш город, в котором мы живем. Дальше, молитва за всех духовных лидеров, за пасторов. Вот это пункты, которые есть после поклонения, мы сразу переходим на эти пункты ходатайства, ходатайственную молитву перед Богом за это. Мы должны быть благодарны за Америку, особенно христиане. Мы должны быть людьми, которые думают за эту страну, чтобы Бог благословлял эту страну, молятся и благословляют сами эту страну, как христиане. Тогда и нам, и нашим детям будет хорошо. Если я уйду, но я хочу, чтобы мои дети, которые здесь останутся, им тоже было хорошо. Несомненно. Несомненно. Да. Мы, вообще, страна Америка, это благословенная страна Богом, это по всему это видно, потому что, я помню, где мы жили, там садили, мои родители занимались там огородами, садили, и садишь, поливаешь, потом она высыхает, а здесь палку воткнешь, и она растет, понимаешь, и земли толковой вроде нету. И вот это именно есть и Божье благословение на этой стране. Конечно, где есть благословение, там и грех пытается вылезти и так далее. Многие люди, когда, допустим, избирали президента, они смотрели, как личность избирали. Я перед выборами в церкви говорил, не голосуйте за человека, голосуйте за принципы, которые стоят за него. Найдите правильные принципы, и у кого они правильные, за те принципы голосуйте, потому что Богу не нужно глубоко верующий даже, это было бы хорошо, президент, но он может использовать даже не, если, главное, что у них принципы были, где он поддерживает христиан, поддерживает Израиль. Если Господь в свое время осла использовал безымянного, почему он не может использовать именами? Ну, я не говорил о словах, это вы подумали, наверное, людей с именами, да. Братья, вот смотрите, смотрите, вот давайте эту сторону высветим для той категории наших зрителей, которые проходят глубокие долины, и во свете нашей беседы, нашей тематики, они говорят, ну, вам, вам-то легче, у вас все, и так статно на вас сидят пиджаки, и так вы красиво выглядите, и красивые картинки за спинами, а я прохожу через одно, через второе, с семьей, с детьми, или с мужем, или с женой, или с бизнесом, или со здоровьем, болезнь смертельная, как во всем этом находить в себе все-таки силы благодарить Бога? Я думаю, что одно из вещей, что нам нужно брать на вооружение, когда Павел и Сила, они оказались закованные, в тюрьме, руки, ноги, скажем так, в худшем положении уже не придумаешь. Например, никто не знает, через что прохожу я. В красивом пиджаке, сидя и служа другим людям, через что прохожу я. То есть, как бы, я всегда говорю, что текущие проблемы мы решаем, а так мы благословенны очень-очень сильно Богом. А текущие проблемы не всегда будут. И семейные какие-то, и финансовые, и бизнесовые какие-то проблемы. То есть, мы решаем. То есть, на что мы фокусируемся? Мое пожелание всем людям, знающим Библию, читающим Библию, знающим Бога, смотреть на тех, которые перед нами прошли уже этот путь. Павел и Сила, великие люди Божьи, закованные, сидят в темнице, казалось бы, все, это конец всего, конец евангелизации, лучшие люди взяты в плен, и так дальше, и так дальше. Но все, что они начинают делать в это время, вот что они начинают делать? Они начинают благодарить. Они не начинают жаловаться Богу, Господи, ты видишь, в каком мы положении. На каждой этих нечистих. Они начинают благодарить Господа, благословлять Господа, поклоняться Богу, и ситуация начинает менять. И еще, смотри, там написано, чтобы мы смотрели на кончину их. Очень легко разочароваться, если мы смотрим и надеемся на Бога только в этой жизни. И это у многих проблем, что мы смотрим так, и мне если в этой жизни смотрят, то есть в конце концов мы все победим. Допустим, когда я людям говорю об исцелении, я говорю, что вам мешает верить, что Бог может тебя исцелить? Но даже если ты не получишь исцеление, веря, стоя, ты умрешь, и все равно выиграешь, ты пойдешь на небо. То есть, ты в любом случае выиграешь, либо получив его, либо нет. Знаешь, как я говорю? Лучше умереть в твердой непоколебимой вере, что Бог может исцелить, восстановить или даже воскресить, чем всю жизнь до 100 лет прозябать в неверии такой шалтай-болтай христианин. Да, сто процентов. Лучше в молодом возрасте умереть в непоколебимой вере даже не в то, что Бог есть, а в то, что Он может в последний момент восстановить моих. Лучше умри в таком состоянии, чем всю жизнь вот этот шалтай-болтай христианин. Сто процентов. И в неверии. Как Библия, брат, пишет, проходите с благодарением. То есть первое, что мы делаем, мы проходим и благодарим Бога. Мы говорим Богу о том, чем мы довольны. То есть как бы в наших трудностях мы не, как бы скажем, мы радуемся не трудностях, всех трудностях, проблемах. Мы благодарим Бога за то, что у нас есть Бог. Не за трудности, не за проблем. Спасибо тебе, Господи, за мои финансовые проблемы. Мы не говорим так, это было бы абсурдно. Спасибо, Господи, за то, что у меня нет денег. Ну, это абсурдно, да? То есть даже говорить так. Спасибо, Юрий, что ты меня не пригласил на передачу, да, скажешь, ну, давай завтра я тебя приглашу, то есть, как бы, это глупо, да, давай лучше я скажу спасибо, что ты это сделал, и ты скажешь, я еще могу это сделать, благодаря Бога за то, что Бог уже сделал, и вспомни ему, хотя ему не надо это напоминать, он так знает, напомни ему, он хочет, чтобы ты знал, что он тебя благословил в прошлом, он заботился о тебе в прошлом, он будет заботиться в будущем, он будет до конца, до самого последнего дня, то есть, he never fails. Да, и вот этот момент очень важный, когда у нас куча проблем, Библия говорит, за все благодарите, и люди думают, что нужно благодарить Бога, если я, допустим, заболел, Господь, благодарю тебя за болезнь, нет, ты благодари Бога, что он есть твой целитель, да, не за болезнь, не за болезнь, благодари Бога, что он есть твой целитель, несмотря на то, что ты больной, все равно благодари его, что он твой целитель, видишь, люди могут, люди могут продолжать, люди могут думать, благодарить Бога за болезнь, я не перебиваю, просто хочу тебе добавить в этом плане, ты, Бог тебе не посылал болезнь, Бог есть твой целитель, он может использовать болезнь для чего-то, для какого-то урока, но он есть твой целитель, ты фокусируешься на Бога целителя. Да, или, допустим, у тебя финансовые, большие финансовые. Ты не будешь благодарить Господа, что нет денег. Господь, ты не говоришь, Господь, благодарю тебя, что ты деньги, Господь, благодарю тебя, что ты являешься источником моих финансов, и ты начинаешь благодарить Бога за то, кем он является. Бог не является источником болезни, он не является источником нищеты, он является источником преуспевания, он является источником исцеления, и когда ты начинаешь благодарить Бога за то, кто он есть, несмотря на то, в какой ситуации ты находишься, Бог, Ведь что делали Павел и Сила? Они были закованы. Подумайте только. За то, что послушали Бога, проповедовали Евангелие. Сегодня, когда Бог скажет нам, иди сделай это и это, ты пойдешь и скажешь, ну должен быть успех, все должно быть хорошо, потому что Бог мне сказал. Они послушались Бога, за это получили, посадили их в тюрьму, заковали вместе с такими самыми низкими людьми, приковали их так, что они не могли ни руками, ни ногами. И они вместо того, чтобы сидеть, господи, за что мне это, ну что ты так со мной поступил, я же слушал тебя. Они начинают петь, славить и благодарить Бога. И я думаю, Бог на небесах посмотрел, говорит, слушай, мне надо вмешаться. Эти цепи надо разрушить. Они, возможно, должны были быть так же казнены, как и апостолы предыдущие, которые были, Яков, то есть, они, возможно, должны были, но когда они благодарили, Господь вмешался в эту ситуацию. И когда мы начинаем благодарить Бога не за наши проблемы, а за решение этих проблем, мы начинаем благодарить, Бог начинает вмешиваться и начинает что-то делать в нашей жизни, потому что мы понимаем, кто Бог есть. И, кстати, дьявол страшно боится, когда мы благодарим Бога, потому что мы отдаем то, что принадлежит Богу. А дьявол хотел бы держать человека в страхе, в неведении, в сомнении, в неверии, вот в этих всяких негативах дьявол хочет держать человека. Но когда мы обращаемся к Богу, и ты как-то верно подметил, сильно слово было, о том, что ты не видишь, пока еще болит, ты не видишь результатов, пока еще там где-то колется, где-то там плачется, но ты благодаришь Бога даже не за то, в чем ты находишься, а за то, кем Он есть, и Он, что Он может даже в последнюю секунду, Он может перевернуть вспять историю или судьбы твоей жизни, твою судьбу. Ты начнешь полагаться полностью на Бога, и это помогает тебе выйти из твоего состояния. И смотри, ты наперед благодаришь, помнишь, когда Иисус должен был накормить учеников своих хлебами и рыбой? Он написано, что поблагодарил, еще чуда нету, Он уже поблагодарил. И когда Он дал им, мы иногда смотрим, думаем, как в фильме, Он поблагодарил, и вдруг рыбы стали умножаться, все. Написано, Он поблагодарил, дал ученикам, и чтобы они раздавали. Чудо произошло, они даже не заметили, не раздают, оно не заканчивается. Потом, слушай, у нас не заканчивается это, но поблагодарил Иисус в самом начале. Он не ждал, мы думаем, что нужно благодарить после, а Бога нужно благодарить наперед. Поблагодарил Иисус до воскрешения Лазаря. Точно. Он благодарил, благодарил до того, как чудо умножилось, и чудо начало происходить. То есть нам надо чудо, по-моему, пастор Херий проповедовал проповедь, такое, schedule your miracle, по-английски, да? То есть назначь свое исцеление, да? На английском он говорил. То есть ты можешь сам назначить свое исцеление, как эта женщина, которая пройду, прикоснусь, и это самое. Она имела, во-первых, благодарное сердце к Богу, она верила, что Бог ее исцелит. Она полностью поставила все свое стремление туда, и она получила свое исцеление. То есть мы, в принципе, можем назначить свое исцеление, если мы имеем благодарное сердце. Мы должны отказаться, как христиане, братья, мы должны отказаться вообще, как люди Божьи, иметь неблагодарное сердце. Представьте себе, если мы не любим неблагодарных людей, насколько же Богу они неприятные? Смотри, Израиль, Бог выводит из этого, Бог им объявляет такие чудеса, спасает их, а они плачут. Нам было лучше там, нам лучше было вот это, и все вот эти кислые лица, и все такое. То есть Бог говорит, как я устал от вас. Видно, Бог слушает. Другое место, Он говорит, я сделаю вам, как вы говорили. А что они говорили? Они жаловались. Если бы, слушайте, Бог слушает, что мы говорим, лучше говори, а я верю Богу. Я верю, что Бог меня благословит и даст мне достаток. Я верю, что Бог исцелит, и все закончится хорошо. Я верю, что победа будет за Бога. Даже если этого еще не произошло, пусть Бог это слушает. Чтобы Он сказал, я сделаю, как ты и говорил. Друзья, мы в эфире с пастором Сергеем Атамс и пастором Василием Печко. Есть, такое мне пришло на сердце, такие пожелания для наших зрителей. Когда мы будем сидеть за праздничными столами, вот пусть глава семьи посадит около себя, сколько там у вас, 5, 6, 7, 10 чат своих, кто-то меньше. Кому сколько Бог дал, да. Сколько Бог дал, у кого одного, двоих, троих. Возьмите по листу бумаги, по листу бумаги, и карандаш или ручку, и скажите так, а ну-ка, детки, перечисляйте, как вы считаете, за что, за что вы хотите поблагодарить Господа. И запечатлите это на бумаге. Первое, за что? За папу, за папу. Итак, составьте, пусть это будет 12, 15 в перечне, пусть это 15, пусть 20 будет. И потом прямо вот так, придите с вашей семьей и скажите, Господи, вот мы тебя с моими детками, с моей семьей, с нами родим. Наши благодарности. Наши благодарности. Потому что написано даже на черта видения ясно. Очень хорошо. И оно настолько, настолько, оно даже Бога впечатлит. Оно впечатлит. И мы этим самым вырабатываем в молодом поколении вот эти чувства, когда ты запечатляешь за это, за это, за это. Да, там более старшие дети, они за Иисуса Христа, за спасение, за прощение грехов. Более несмышленные, там 2, 3, 5 лет, 7 лет, они, понятно, они будут благодарить. Папа мне купил подарок, или папа мне купил игрушку, или машинку. Это все нормально. Но ты еще не скажи, у меня 7-летний сын есть, пастор Юрий. Мы его просим молиться за едой. И у него такое глобальное масштабное мнение. Он начинает молитву, говорит, спасибо тебе, ну по-английски молится, но он говорит, спасибо тебе, Господь, за звезды. Thank you, Jesus, for the stars. Thank you for the planets. Thank you for the sun. Thank you for the ocean. У него глобальное видение. Глобальное. Я говорю, смотри, я же так не молюсь, я же не слышал меня, чтобы я... Ну, когда ты молишься, спасибо, Господь, за планеты. То есть, как бы сказать, у этого маленького сына, а потом он переходит ниже, говорит, thank you, Jesus, for my mom and dad. Спасибо за моего отца, маму, сестер, там, и все такое. В конечном итоге поблагодарит за все. За зверей поблагодарит за все. За машины, за дома поблагодарит. Маленький семилетний пацан, у него такое глобальное мышление. Так что, вот эти маленькие дети, если их правильно направить, они могут вырасти с глобальным мышлением. Один раз детям мы делали в церкви еще, когда церковь у меня была, дети, чтобы молились, кто за что благодарит. И один парень, не помню, сколько лет, ему, может, лет пять, говорит, Господь, спасибо тебе, что ты сотворил очки. Потому что его папа был в очках. Я думаю, что Господь улыбается от таких молитв и принимает такие молитвы. Вот, братья, если бы Господь не слышал, что мы говорили, я слышал, что вы говорили, мне не нравится, когда вы жалуетесь. Значит, Он дает нам право жаловаться, быть благодарным, быть такими или всякими. Даже аргументы свои привести. Приведите ваши аргументы. Даже Господь открыт к тому, чтобы ты аргументировался. Быть честным, быть честным с Богом. Да. Поэтому мы должны учиться в этом плане, быть благодарными, как христиане, как люди Божьи. И благодарность, она изменит нашу жизнь, наших детей, наших внуков. И вообще мы повлияем на народ, в котором мы живем. Я помню, я беседовал с одним из служителей, который проходил тяжелые испытания в служении. И я так перед этим молился. Мне сказали, что у меня будет с ним беседа. Господи, вложи те слова, твои слова. Потому что если я буду что-то там о себе рассказывать, или вложить то, что тебе важно. И в беседе с ним, он говорит, и то уже, так сказать, не молодой, уже в годах. Но и то, и то. И там, и там меня вот. И с той семьей у меня такое произошло. И так в служении. Я говорю, слушай, это первый раз за твои 52 или 53 года, первый раз такое случилось? Он говорит, нет. Я говорю, в служении вот в этом, сколько ты находишься? Ну, говорит, с 20 лет, не менее 30 с чем-то лет он уже в служении. Я говорю, обожди, было ли такие моменты в твоем служении, в твоей жизни, или лично в духовной жизни, что ты проходил глубокую долину, Господь тебя поднял? Говорит, было. Говорю, можешь вспомнить эти моменты? Да, было там, начал. Говорю, было ли такое, что в то время ты считал, что ты уже находишься у черты, и ты готов капитулировать? Ой, братёра, говорит, ты не раз был. Говорю, смотри, ну Бог же тебя провёл. Бог и в этом тебя провёл. И в этом и сейчас. Почему бы и сейчас? Поэтому вот в этом случае, я вспомнил этот в нашей беседе с вами, вспомнил тот случай, и думаю, вот, если мы проходим какие-то серьёзнейшие, катаклизмы, землетрясения, потрясения в нашей жизни, в любых областях это может быть, в любых, от бизнеса до личной жизни, мы имеем возможность, Бог тут память нам для чего дал, чтобы мы возвратились, даже Писание говорит, вспомнить прежние дни ваши. То есть, и мы вспомним, Господи, ты меня и тогда провёл, ты меня исцелил и тогда, ты меня и тогда сохранил, ты от аварии меня, вот смотри, как ты меня сберёшь. Значит, Господь, у тебя для меня, смотри, какие цели, далеко или ещё. Вот Давид именно так и делал, как я говорил вначале, он говорит, что он своей душе обращал, что ты смущаешься. И он вспомнил, он вспоминал, как я видел тебя во святилище. То есть, он вспоминал моменты, которые он переживал с Богом. Это очень сильно, что ты ему сказал, вспомни, потому что, когда мы вспоминаем, что Бог сделал в прошлом, такой, мне нравится проповедник, Билл Джонсон говорит, говорит, свидетельства, они создают атмосферу для чуда. То есть, чьё-то свидетельство создаёт атмосферу для другого чуда. Потому что человек видит, что Бог с тобой сделал, он может и со мной сделать. А тем более, если Бог с тобой такое уже делал в прошлом, он сделает это опять. Смотри, Бог может не сохранить тебя от огня, но Он может сохранить тебя в огне, как Сидраха, Месаха и Авдината, да? То есть, Бог не сохранил их до того, как они могли туда попасть, но в огне их сохранил и ещё больше славы проявил. Бог строит нас и наш уровень, нашего духовного состояния именно в проблемах. Мы становимся сильными, когда мы проходим тренировки. Вот возьми тренировку, пойди, потренируйся в этом самом, покачайся в зале. Это легко. Это намного тяжелее, чем сесть и смотреть телевизор на своём диване. Но именно это делает тебя сильным. Дисциплинированным, да. То есть, вот эти вещи. Поэтому давайте будем тренировать своё сердце, свой разум на то, чтобы нам быть благодарными, полностью доверчивыми Богу, доверять Богу, что Бог может провести меня через это. Американцы говорят, to go to it, you need to go through it. То есть, дойти до этого, тебе надо через это перейти. Так стремительно время идёт. Друзья, когда мы перечислим за нашим обеденным столом или в наших молитвах в этот период, перечислим всё, за что мы Христа благодарили. Буквально завтра будем так говорить. Буквально завтра, да. Всё, вот вы перечислите. В этот перечень, в этот список добавьте Юрия Чернецкого, добавьте служение «Импакт», добавьте пастора Василия, добавьте пастора Сергея. То есть, в этот перечень поблагодарите Господа также и за нас. Вот поблагодарите. Я знаю, может, вам есть, у вас есть пастыря, у вас есть свои лидеры, может, духовные. За них тоже поблагодарите. Поблагодарите. Но, братья, нормально, что я так попросил? Да, да, да. За меня тем более. Это дары, это дары. Это дары нужно благодарить. Представь, апостол Павел говорит, смотри, смотри, всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас молитва от наших. Аминь. Потрясающе. Если уже не будет хватать листа бумаги, вот позвоните нам в офис, я вышлю вам лист бумаги, чтобы там можно было еще дописать. Вот, это здорово. Это здорово. Жив Господь. Я когда говорю, вызывая людей на молитву, говорю, если вам нужна молитва, выходите. А иногда люди как бы не сильно спешат. Я говорю, послушайте, вам не надо стесняться того, что вам нужна молитва, потому что мне нужна молитва. Если что, я выйду, помолите за меня, пожалуйста. Вослушайте руки на меня. Я нуждаюсь в молитве. Я думаю, вы нужда, я могу за вас молиться, как ваш пастырь. Молиться и благодарить людей за дары, это важно. Нам нужно не критиковать дары, благодарить Бога за дары. Потому что это надо благословлять. И мы прекрасно понимаем, мы прекрасно понимаем, что для нормального христианина, мы говорим нормального христианина, благодарность, это не что-то сиюминутное, это не что-то периодическое, года в год. Это стиль образ жизни. Да. Мы же прекрасно понимаем. Это стиль поклонения. Это стиль поклонения. Ну что такое поклонение? Поклонение в английском expressing your love. Да. ты поклоняешься, ты как бы проявляешь свою любовь кому-то. То есть поклоняться Богу — это проявлять свою любовь. Мы поклоняемся не только в песнях, мы поклоняемся, когда мы благодарны, когда мы делаем что-то, когда мы для Бога служим. Вот это наше поклонение. Worship God with your thanksgiving. Здорово, здорово. Мы соединимся в молитве. Нам есть за что Христа благодарить. Помните, мы пели такое. Ведь дал Он мне небесное жилище. Поэтому мы соединимся. Прямо сейчас в молитве, прям в эфире соединимся. Пастыри, помолитесь, пожалуйста. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть Бог. Мы благодарим Тебя, что Ты не изменяешься. Вчера, сегодня и вовеки то же самое. Благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нашу страну. Благодарим Тебя за то, что у Тебя еще есть планы для Америки. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты поднимаешь лидеров в этой стране. Также, Господь, мы хотим поблагодарить тебя за этот телеканал «Импакт», за пастора Юрия и за тех, которые работают в этом канале, Господь. Во имя Иисуса. Мы благодарим тебя, Господь, за всех партнеров, которые смотрят нас и которые, несмотря ни на что, они все время поддерживают. Мы просто благодарим тебя, Господь, что ты располагаешь сердца для того, чтобы это служение, оно так же двигалось и твоя Евангелие распространялось по всему лицу земли. Благодарю тебя за эту землю, Отец, которую ты дал нам, чтобы наслаждаться в этой земле. Благодарю тебя за то, что мы можем служить в этой земле. Благодарю тебя особенно за телеканал «Импакт», за пастора Юрия, за всю команду здесь, которая здесь есть, которых я знаю многие годы. Пусть благословение Твое пребывает. Пусть влияние Твое распространяется на народы, на страны, на континенты во имя Иисуса Христа. Благослови всех людей, где бы они ни были в это время благодарения тех, которые в России, в Украине, в Европе, в Азии, в Миддлист, в других местах. Во имя Иисуса. Все, кто нас смотрит, пусть благословение Твое пребывает на Твоих людях во имя Иисуса Христа. Наша молитва. Это было благословение, служители. Спасибо вам. Было приятно. Спасибо, друзья, что вы были с нами на «Импакте». Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословенны. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас.